Доброе утро, уважаемые телезрители! У нас в гостях заслуженная артистка России Елена Проклова. Доброе утро, Елена. Доброе утро, доброе утро. Спасибо, что согласились перед спектаклем. Это говорит о том, что вы фантастически профессиональная артистка, что сейчас вы с нами поговорите. Потому что некоторые говорят, только после, только после. Я вся такая, ах, я в образе, я в образе. Прочла недавно, что в Мимино вы недавно посмотрели целиком этот фильм. И не знаете, какая вы были всенародная есть любимица всего Советского Союза? Нет, какая я была любимица, я знаю, я это испытывала на себе. Ларису Ивану хочу, да. Ларису Ивану хочу, я слышала на каждом перекрестке. Но я ни разу не видела этого фильма замечательного. Вы знаете, я и поплакала, и посмеялась. И у меня на душе было так хорошо, вот данный ли гениальный режиссер. Но какая же вы небесная там, когда вы идете с хвостиком, голубыми глазками, в форме стюардессы, постукивая каблучками. Это просто, это просто что-то небесное. Знаете, наши стюардессы, они все такие. Но вы их возглавляли в этом фильме. Ну да, до сих пор девочки в самолетах всегда ко мне относятся с пиететом. Наша. Да, да, это правда. Скажите, вот вообще для вас, вы ведь актриса кино, актриса театра, и вы наша коллега телеведущая, потому что вы довольно долгое время вели разные проекты. Восемь лет. И абсолютно справлялись с этим. Не всякая артистка может стать телеведущей. Все-таки вам вот комфортнее где, в каком жанре? Конечно, театр. Театр, потому что это больше работа для души, для какого-то мира ощущения, его познания этого мира. А что кино, что работа телеведущей, это все уже разные роли, которые надо сделать, и, в общем-то, в конечном итоге через них пройти и их забыть. А вот когда вы были маленькой девочкой, и вы играли Герду, или звонят, откройте дверь, ведь у вас не было этого навыка, опыта, школы. Вот если поставить эти роли, то роль в вашей юности никак не уступает роли с вашим опытом. Вот в чем разница? Как? Все-таки есть одаренные люди к этой профессии? Я думаю, что нет. Есть люди, умеющие слышать. И они такие с детства или их такими воспитали. А есть люди, которые несутся по жизни, не замечая, не слыша, не видя. Вот из них артистов обычно не получается. А у меня Саша Мета был тот замечательный первый педагог в фильме «Зай, откройте дверь», который не просто научил слышать и видеть, а он работал со мной над ролью, одновременно науча меня жить. Я даже вам должна признаться, что я в институте читала монолог Марселлы, но собранный из кучек всяких страничек, из пьесы «Собаки на сене». И, конечно, это тоже тот фильм, когда, мне кажется, зрители абсолютно разного возраста, профессии, образования тоже замирают перед этим фильмом. Вы знаете, вы будете смеяться. Я тоже только недавно посмотрела этот фильм целиком. Я не могу вам поверить. Вот стали их показывать по ночам, и когда у меня нет работы, дел домашних, друзей, компаний, я наконец-то стала смотреть эти картины и тоже получила огромное удовольствие. Какая там Терехова, Мишечка Боярская, да все. Лен, вот в последнее время, вот что не откроешь интернет? Великая вещь, но я больше отношусь к ней как к негативной, нежели к полезности. А я люблю. Да? А я считаю, что там очень много ненужного, то, что нас... Промахивать. Да? Конечно. Но то количество информации все-таки, которое ты получаешь, другое дело, что важно не подсесть на вот это вот жаренькое, солененькое... Нет, 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 это скучно, это однообразно, это ужасно, да. Вот представьте, у вас столько ролей, все происходит и сейчас, и в этом нет сомнения, что вы прекрасная актриса и очень талантливая с самого своего рождения. Написано только одно. Зачем она рассказала... Да, ее любили мужчины. Да, она их любила. Почему она назвала ряд этих фамилий, а что теперь делает жена, внуков, детям? Я устала. Вы знаете, я за всю свою жизнь устала от того, что я молчу, хихикаю. Мне в какой-то момент стало стыдно за то, как я отношусь к своей жизни. Я все время учитывала, как к моей жизни относятся другие люди. Учитывая их семьи, их детей, внуков, как вы говорите, учитывая мнение зрителей, учитывая еще что-то. А почему я должна врать-то? Ну вот почему? Я вот такая, как есть. Но вы захотели для себя лично, не имея секрета в мире. Вы знаете, мне захотелось и для себя, и для моих зрителей. Ну и любите меня, если вы все про меня знаете, я вам такая не нужна. Если вы не можете меня это попросить. Да, любить надо, зная человека. Хорошо. Ну а как вы тогда относитесь... Вот, например, помните, когда-то вышла книга, даже две книги Андрона Кончаловского, «Низкий истинный возвышающий обман». И на него очень многие были обижены, что вот живет жена со своим мужем. Вдруг Андрон рассказывает, как он привел ее в гостиницу, и как в подробностях все это происходило. Это же не щадяще по отношению к людям, которые есть. Во-первых, я позволила себе это сказать после того, как этих людей не стало. Это раз. Я не назвала ни одного имени из ныне живущих людей. Интересная тема. Все-таки она длится. Она длится очень сильно. Поверьте, я открыла... И следующее. Только после того, как их родня первая сказала, что это было. А, да. То следите дальше. Правда? То есть только тогда, когда эти факты были открыты. Только после этого. Ну да, тогда меня эта история... Потому что я подумала, ведь люди так ухватываются за жареное. Вот вы сейчас сказали, промахивайте жареное. А люди почему-то хотят на этом посидеть. А вы знаете, мне не стыдно. Я прожила очень честную жизнь. Честно вам скажу. Я не считаю, что некие актерские романы – это что-то выходящее за пределы того, что принято в обществе. Ну, если братья актеров, другие профессии... Согласно, на заводе тоже есть романы, об этом просто не пишут. Да, ребят, перестаньте. Другое дело, что это интересно. Это те люди, которые... Ну, как сказать, про них интересно. То, что я там с Васей, это неинтересно. Да, да, это правда. Винят, конечно, только в том, что вы причинили боль ныне живущим людям. Вот винят вас только в этом. Я думаю, что, к сожалению, вас будут еще об этом спрашивать, потому что мне так странно, так мало фильмов графе, и тут же идет вот эта история. Я подумала, мир изменился и, видимо, хочет жить этим. Ну, вы знаете, хотите жить этим, живите. Да, да. Вот и все. Я же живу не этим. Скажите, какая вы мама? Вот как дочки? Вы для них подружка или старший товарищ или младший товарищ? Нет, я, безусловно, товарищ. Не могу сказать, старший или младший равный. Мне... Я очень гордаю, как мать, тем, что я воспитала двух очень интересных девчонок. Они серьезные личности, у них богатый духовный мир, они очень отличные и от меня, и друг от друга. Но обе знают, чего хотят в этой жизни. Обе очень мудрые, на мой взгляд, женщины, много знающие, культурные, воспитанные. Я ими горжусь. Вы могли нарисовать, вот так, как бы вы хотели сейчас, или, не знаю, через 10 или 15 лет, как вы себя видите? Сидящий ли на острове, гуляющий ли по садам, или просто играя какую-то роль, которую вы не сыграли? Знаете, это, пожалуй, за десятилетия самый интересный вопрос, который я слышала от журналистов. Объясню, почему. У меня была такая мечта с раннего детства. Это я, старушка, белая, седая, в леденном платьице. По-прежнему, красивая. Да, с мужем, который тоже одет в белый костюм, в белых панамках, идущая за руку, по аллее. Я думала, что так в моей жизни и будет. Аллея есть, замок свой есть. Отношения с мужем свелись к нулю. У нас очень больной сейчас период. Мы продолжаем жить вместе и стараемся что-то наладить, но то, чего нет, наладить нельзя. И я не знаю, какая будет моя старость. Хотя я до сих пор мечтаю именно об этом периоде своей жизни. Считаю, что он самый интересный. Он уже полный. В любом случае, это в вашей жизни она была такой яркой, что даже если разделить на стол, она мне еще яркая, поверьте, если она что-то рассказывает. Послушайте, может быть, просто ваш муж сегодня не соответствует герою вашего портрета сегодня? Вы знаете, мой муж никогда не был героем моих портретов. Я любила человека за его желания, за его мечты, за его проблемы, в которых я могу помочь. Для меня, как для женщин, очень важно помогать близким людям рядом. Но вот этого за ручку вместе вдвоем не будет. Я очень хочу вам пожелать. Нет, вы не знаете. Жизнь удивительна тем, что вы ничего не знаете. Я приеду домой, и все повернулось. Или послезавтра, или послепослезавтра, или в одной из воскресеньев. Вы действительно представили эту картину, бросили ее во вселенную. И я вам очень желаю. Вы есть. Белый костюм у вас есть. Дом тоже. И дорожки... Олеи есть. Поэтому я желаю вам, чтобы ваша рука лежала в руке именно того мужчины, не знаю какого, но вот какого вы хотите. Ой, мурашки потело. Я надеюсь, так и будет. Я верю вам. Я очень вам желаю. Да, дай бог. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Заслуженная артистка России, любимая наша Елена Проклова. Спасибо. Спасибо.